Летом большинство людей стремится уйти от повседневной рутины и заняться приятными делами. Отпуска, поездки за город, походы на природу или просто отдых на берегу реки или озера. Все это становится доступнее и привлекательнее в летний период. Этому способствует и погода. За окном светит солнышко, дует ветер, который легонько покачивает деревья и растения. Птицы тихо напевают мелодии, царит атмосфера умиротворения. Летом в основном стараюсь. У нас много семейных поездок организуется, мы ездим куда-нибудь. Стараюсь чаще видеться с друзьями, потому что каникулы, все возвращаются. Мы студенты, у меня друзья в других городах учатся. Летом возвращаются, мы можем встретиться, погулять. Стараюсь вести активный образ жизни летом. Сейчас бы хотелось сдать сессию на отлично и уехать в Башкортостан к себе на родину. Хотелось ходить также в поход на Еремель или Лигенгантау, что-то такое. У меня сессия сейчас, поэтому в основном только учусь, даже не хожу никуда. Я очень хотела в гаопарк сходить, не с кем. Ну, часть времени я живу и работаю в саду, поскольку там много чего надо делать. Стараюсь путешествовать. А поскольку я в университете работаю, хоть и в отпуске, тоже есть что делать, готовиться к Новому году. Лето – еще и время для воплощения мечтаний и намерений, на которые ранее не хватало времени и возможностей. Это время и просто хорошего настроения, ведь особенно в теплый период на улицах города можно наблюдать счастливые лица. Одни только сдали экзамены, другие вышли в отпуск, а третьи и вовсе наслаждаются лучами солнца. Стоит учитывать и то, что многие люди ставят перед собой цели именно на лето. Будь то освоение нового хобби, путешествие за границу, поход в спортзал или же творческие или исследовательские проекты по работе. Этот временный промежуток считается одним из самых активных по сравнению с другими. Буду работать все лето, собираюсь в зал начать ходить, спортом заниматься. Так, в принципе, пока что все. Ну, хотим съездить в Дагестан, никогда там не были. Купили что-то вроде путевки, несколько дней пожить в горях. Посмотрим, наверное, это интересно. Вот у нас организована семейная поездка в Алтай, вот поедем. Ну и вот, буквально, по крайней мере, в ближайшее время особо нет планов. Просто встречу с друзьями, прогуляюсь, вот так. Уже второй год подряд я буду работать. Максимум хотелось бы, на самом деле, съездить домой, в Башкортостан, к родителям. Ну и все. А все остальное время это работа. Первый месяц лет, так как я студент, я сдаю сессию. Вот, и как раз-таки сейчас она уже закончилась. Я планирую в скором времени поехать на море. Вот, и потом в гости к родителям. Летний сезон – это время для вдохновения, творчества и отдыха. Именно в этот период увеличивается число покупок билетов на самолеты и поезда. Преобладает число всевозможных мероприятий и празднований. Именно летом можно встретить настолько большое количество людей на улицах нашего города. Екатерина Сайфулина, Кристина Отекина, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова